Давид Разлиминский пришел в Щелковский центр адаптивной физической культуры и спорта «Спартанец» в 8 лет. Физически слабым ребенком. Сейчас ему 15. Занимается легкой атлетикой, ходит на плавание, играет в футбол в резервном составе российской юношеской сборной. Ставит задачу попасть в национальную паралимпийскую. Интересно. Что-то нового добиваться, новые финты изучать, участвовать в играх, матчах. Начинаю в команде играть, думать, видеть поле. Давид и другие дети с ДЦП 25 января сыграют футбол на международном турнире в Москве. В зимнем детском кубке «Добра» на стадионе «Сапсан-Арена» их соперниками станут ребята из Великобритании, США, Индии, Франции и Израиля без ограничений по здоровью. Благотворительный фонд под флагом добра при поддержке британской школы футбола организует турнир так, чтобы в нем наравне могли участвовать обычные и особенные дети. Полтора года назад, когда возникла эта идея создать такую команду, мы хотели выступить, представить Московскую область на Всероссийской спартакеаде, которая прошла в прошлом году. И мы взяли на себя такую инициативу. И первая мысль, к кому обратиться, это была к Александру Викторовичу Лексину. И он нам не отказал. И вот ребята получили свой первый опыт. Ребятам с ДЦП трудно было учиться передвигаться, но упорство родителей и собственное желание парней подтолкнули к занятиям футболом. Парни вошли во вкус и теперь мечтают о победе. Левый защитник сборной спартанцев Роман Лохутин всего год в команде, но уже показывает успехи. Если повезет сразиться с прошлогодним соперником из Израиля, это была первая и незабываемая игра. Кого бы тебе хотелось обыграть? Какую страну? Вообще всех. Наверное, США. Да, и Израиль. Потому что мы с ними в прошлый раз встречались, они нас выиграли, и мне бы хотелось, чтобы мы их обыграли, отыграли с ними. Сборная спартанцев на турнире представляет Московскую область. В нее входят не только щелковцы, но и дети из Королева, мытищ. Играет все, кто любит футбол. Команда по-своему уникальная. В ней соревнуются ребята с ДЦП. Дважды в неделю тренировки проходят ФОКи на Дальнем Воронке. С ФОКом у нас самые лучшие отношения. Нас всегда здесь душевно принимают. Здесь все условия созданы для занятий именно инвалидов. В том числе у нас здесь занимаются бачисты. Поэтому отношения, скажем так, на высшем уровне уже более полутора лет. Два касания и передача заключительная перед Международным Кубком Добра. Тренировка проходит сейчас за моей спиной. Ребятам сложно, у них диагноз ДЦП. Но они стараются для того, чтобы войти хотя бы в призовую тройку. Сейчас с ними работает тренер. Но главное, пусть нашим ребятам сопутствует удача. Очень много индивидуальности. Кто-то сильнее, кто-то слабее. И, допустим, кто сильнее, он никогда не отдаст пас тому, кто слабее. И вот я хочу поломать эту психологию. Я хочу, чтобы их всех подтянуть технически на должный уровень. И чтобы они играли уже друг с другом. Поддерживает упорных ребят. Организует для них масштабные турниры Московская областная федерация лиц с ДЦП. В России таких обществ всего два. В Московской области и Санкт-Петербурге. На Сапсан-арену наравне с обычными 10-12-летними парнями выйдут две команды особенных детей 12-17 лет. Это ребята из «Спартак. Москва» и «Щелковский спартанец». Михаил Налятов, Александр Оржевский. «Щелковское телевидение». «Щелковский спартанец», «Щелковский спартанец».